В этом году на новогоднее оформление Актубе потратят 100 миллионов тенге. Украсят областной центр, искусственные ели, малые архитектурные формы, световые арки, гирлянды и ледовый городок. Уже много лет в оформлении города не используют живых лесных красавиц. Отказываются от живых елей и сосен, и многие актюбинцы. Сейчас их завозят в регион в основном из Российской Федерации. Тем не менее, в преддверии Нового года специалисты продолжают проводить рейды против незаконной вырубки деревьев. Новогодняя тематика – одна из самых любимых в творчестве Гулимхан Тлесовой. Вот эта мышь – тоже ее работа. Символ наступающего Нового года вместе с другими животными украшают холл одного из местных вузов. Гулимхан – лаборант кафедры художественного труда и дизайна. Творчеству она посвящает и все свое свободное время. Различные подделки, елки, игрушки и многое другое готовит из бесцветного прозрачного пластика. Готовить такие подделки нравится и мне, и студентам. Их можно подарить как сувенир, украсить ими дом. Совсем не обязательно рубить ели и сосны и ставить живые деревья дома. Все это можно приготовить своими руками. И тем самым мы внесем свой вклад в защиту экологии. Впрочем, от оформления города с помощью живых лесных красавиц власти отказались давно. В этом году областной центр украсит четыре большие ели высотой 30, 18 и 2 по 12 метров. Елки устанавливают также предприятия, учебные заведения и торговые дома. Кроме того, в парках и скверах появится 100 малых архитектурных форм. А на площади перед центральным стадионом строят ледовый городок. Всего на праздничное оформление областного центра потратят 100 миллионов тенге. Все это средства спонсоров. Главная елка будет установлена на проспекте Абайя высотой 30 метров. Кроме световых герлянг будут установлены подарочные игрушки. Это 350 световых игрушек и 250 дневного без освещения. Общая площадь лесного фонда региона больше 48 тысяч гектаров. И всего 3% занимают хвойные насаждения. Ели и сосны выращивают в семи питомниках вблизи областного центра. Все эти деревья находятся под охраной специалистов территориальной инспекции лесного хозяйства. В рейдах участвуют 22 мобильные группы. Рейдовые мероприятия мы проводим с начала декабря. Мобильные группы дежурят с 6 часов вечера до 8 утра. Да, на рынках продают живые ели и сосны. Но они не из наших питомников, а привозные. В основном из России. У них есть соответствующие документы, включая фитосанитарный контроль. За неполный месяц специалисты провели 72 рейда. Фактов незаконной вырубки не было. Наталья Салькова, Айнадин Болдобеков. Итоги дня. Октубе.